В жилом районе Арбан продолжается строительство 33-й школы. Она рассчитана на тысячу мест. Подрядчик работает быстро, слаженный даже с небольшим опережением. Скандальное дело о зарплатах учителей сегодня рассматривали в Верховном суде Хакасии. Свои позиции озвучили и прокуратура, и Верховный совет республики. В Абакане продолжают гуманитарную миссию по сбору помощи для ДНР и ЛНР. Сейчас наша поддержка необходима прежде всего семьям. Родители собирают детей в школу. 2 сентября исполняется 100 лет со дня образования патрульно-постовой службы полиции. Познакомим вас с одним из героев абаканских правоохранительных органов. Здравствуйте! В эфире телеканала Абакан-24. Информационная программа. Сегодня в студии с обзором событий дня Роман Кремзуков. Не переключайтесь, я расскажу о том, что важно. Начнем с главного. В жилом районе Арбан продолжается возведение школы номер 33. Она рассчитана на одну тысячу мест. Подрядчик работает быстро, слаженно и даже с небольшим опережением. О ходе строительных работ расскажем в нашем сюжете. Арбан – один из молодых жилых районов города. В новых домах проживает немало семей с детьми. А значит, детский сад и школа здесь просто необходимы. Новые стены дошколята уже обжили. Открытие школы с нетерпением ждут и ее будущие ученики. Возведением объекта занимаются специалисты МЖФ и мехколонну номер 8. У общеобразовательного учреждения будет отдельный корпус для начальных классов, большой актовый и спортивный залы, просторный стадион и современный пищеблок. Кабинеты оснастят самым современным оборудованием и техникой, чтобы детям было интересно познавать, а педагогам передавать знания подрастающему поколению. Сейчас на школе ведутся штукатурные работы, прокладывается проводка, устанавливаются окна и двери. Подрядчик также бетонирует каркас здания. Зимой рабочие приступят к внутренней отделке сразу в двух корпусах. До холодов мы стараемся поставить как минимум два блока под общий контур, под утеплитель общий контур и запустить отопление на этих блоках, чтобы можно было провести отделочные работы. Начали строительство теплотрассы для обеспечения теплом этого объекта. Строительство на школе на тысячу мест по улице Арбан осуществляется по плану и даже, я бы сказал, быстрее плана. Собственно, мы неоднократно говорили, что на этот год был заложен небольшой лимит средств и, собственно, весь объем мы выработаем уже в этом месте. То есть план годовой мы выполним уже по состоянию на август месяц. Принято решение о корректировке лимитов, то есть часть средств со следующего года, которые были предусмотрены на строительство школы, будут перенесены на этот год. И уже у нас наш подрядчик, муниципальный жилищный фонд, ориентируется, исходя из этих сроков. Максимально необходима, наверное, задача, которая ставится, и она будет выполнена – два корпуса завести под тепловой контур. Напомним, новая школа в Арбане возводится в рамках нацпроекта образования на средства из бюджетов трех уровней – федерального, регионального и городского. Общая стоимость – около 1,3 млрд рублей. Завершить строительство планируется к концу 2024-го. Надежда Савельева, Алису Анси. Новости. Все участковые избирательные комиссии Абакана уже приступили к работе. Здесь ждут тех, кто пожелает подать заявление о включении в списки избирателей или документ о включении в реестр для голосования вне помещения. О других нюансах подготовки к голосованию расскажем далее. Участие в выборах – это право гражданина. И правами на это пользоваться отмечают сотрудники избирательных комиссий, которые в эти дни ведут подготовку участков. В Абакане общей сложности их будет 79. Два участка временные, остальные – постоянные. Одна из основных задач избирательной комиссии – дать возможность избирателю выразить свое мнение в три сентябрьских дня – 8, 9 и 10. У избирателя Абакана по отношению к другим муниципалитетам зона ответственности шире. Кроме высшего должностного лица региона, главы Хакасии и нового состава Верховного Совета, горожане определят и депутатов Абакана. На избирательном участке организованы стенды, на которых размещена вся информация о кандидатах, баллотирующихся на должность главы Республики Хакасия, председателя правительства Республики Хакасия в Думу. Республиканскую и также городскую, городской совет. Кроме того, информация о партиях. Наш участок работает в будние дни с 16 до 18 часов, а выходные, субботы, воскресенье – с 10 до 16 часов. Ну и в период выборов, соответственно, с 8 утра и до 8 вечера? Да, конечно, выборы будут проходить 3 дня – 8, 9, 10 сентября. С 8 утра до 20 часов вечера мы ждем наших избирателей. Следует знать, для голосования вне помещения необходимо подать заявление. Сделать это можно по телефону или через других лиц, которые смогут прийти в участковую избирательную комиссию с соответствующим документом. Однако причина, по которой избиратель не сможет прийти на участок, должна быть уважительная. Такое заявление можно подать до 14 часов 10 сентября. Также добавим, что в Абакане нет досрочного голосования. Проголосовать за пределами Хакасии человек также не сможет. Необходимо отметить, можно подать заявление и о голосовании на другом избирательном участке, но только в пределах республики. В таком случае документ необходимо предоставить в комиссию до 4 сентября. Здесь следует понимать, что при таком выборе проголосовать можно будет лишь за главу республики и депутатов Верховного совета. Данные об участковой комиссии, номер участка и как к нему пройти можно будет уточнить на сайте госуслуг и в постановлениях администрации Абакана. Константин Аникин, Андрей Аралов, новости. Территориальные различия. Сегодня в Верховном суде Хакасии рассматривали административное исковое заявление прокурора республики к региональному парламенту, указывающее на то, что учителя в сельской местности получают меньшую зарплату, чем их коллеги в городах. Стороны представителей прокуратуры и Верховного совета Хакасии озвучили свои доводы. Из зала заседания с подробностями Константин Аникин. Рассмотрение административного искового заявления прокурора – продолжение эпопеи, развернувшейся несколько месяцев назад в регионе по вопросу заработной платы учителей. Напомним, на резкое понижение своего денежного довольствия депутаты Государственной Думы Сергею Соколу пожаловались сами педагоги. Они направили парламентарию и сотни письменных обращений. Сергей Сокол призвал региональную власть вернуть стимулирующие учителя. Депутат от своего имени направил обращение и к прокурору страны Игорю Краснову. Республиканские чиновники же заявили – никаких нарушений нет. Индексация проведена согласно федеральному закону. Дело слушается в суде. В качестве ответчика сегодня Верховный совет Хакасии. «Признать пункт 4 из статьи 2 закона Республики Хакасия номер 57 ЗРХ противоречащим федеральному законодательству и недействующим в той части, в которой он не предусматривает при определении норматива обеспечения общего образования в муниципальных образовательных организациях исключение для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общие образовательные программы. Я полагаю, что здесь должны действовать положения статьи 99 закона об образовании». Именно федерального уровня, где нет разницы, находится ли школа в городе или в сельской местности. Все педагоги должны иметь равные условия и не зависеть от количества обучающихся. Это нужно учитывать и в региональном законодательстве, дабы в дальнейшем не допускать подобных разбирательств, считает прокуратура. Однако ответчик с этим не согласен. Верховный совет представил свою точку зрения, сославшись на так называемый поправочный коэффициент, который есть в местном законе. «Согласно части 1 ст. 4 закона 57 ЗРХ, особенности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, специфика реализации основных общеобразовательных программ учитывается при расчете субвенции с помощью поправочных коэффициентов к нормативам в случаях, установленных настоящим законом и иными нормативными правомятами Республики Хакасия». Выслушав доводы сторон, суд постановил привести региональный закон в соответствии с российским и брать для расчета заработной платы учителей именно федеральный алгоритм. «Проход с статьями 174, 175, 177, 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд решил требование административного войскового заявления прокурора Республики Хакасия удовлетворить признать несоответствующим новому правому акту, имеющему большую юридическую силу недействующим со дня вступления решения суда в законную силу пункт 4 ст. 2 Закона Республики Хакасия от 14 июля 2015 года номер 57 ЗРХ о нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях начального, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждений в редакции с 13 октября 2022 года, в той части, которой он не предусматривает при определении норматива обеспечения общего образования муниципальных образовательных организаций, исключения для малокомплектных образовательных организаций, образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, реализующих основные общеобразовательные программы. Отметим, судебное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Константин Аникин, Андрей Ралов, новости. К происшествиям. Шокирующий случай в Красноярском крае. 9-летний мальчик случайно задушил себя веревкой на детской площадке. Накануне днем в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели ребенка в селе Большая Косуля. По предварительной версии следствия, компания детей играла на площадке. Они привязали комплекс в веревку. В какой-то момент один из мальчиков запутался в ней. Веревка обвела ему шею. Остальные ребятишки не сразу поняли, что происходит. А взрослых рядом не было. Происшествие увидели проходивший мимо подростки Анитой и побежали за помощью, но было уже поздно. Следователи опрашивают очевидцев. Возбуждено уголовное дело. В ВВК не в ДТБ пострадали водители автомобилей. Все случилось на улице Чапаева. По информации ГИБДД, 23-летний парень на «Газели» столкнулся с «Мерседес». Шофер грузовика отделался ушибами. У второго участника дисторсия шейного отдела позвоночника. И рана головы. Кто из них виноват, в аварии не сообщается. Известно, что оба пострадавших были не пристегнуты. По факту ДТП проводится административное расследование. И еще две иномарки не поделили перекресток в Черногорске. В дорожной полиции рассказали, что 22-летний водитель «Даймлер» не пропустил «Тойота Королла», которая ехала по главной дороге. Травму получила автоледи у нее ушибленная рана головы. Виновника аварии оштрафовали сразу за несколько нарушений правил дорожного движения. В Черногорске глубокой ночью полыхал автомобиль. Владелец «Ниссана» смог справиться с пожаром подручными средствами. Иномарка загорелась мгновенно, как факел. Огонь успел повредить моторный отсек автомобиля. Сообщается, что к пожару привела неисправность транспортного средства. Мошенники рассылают жителям Хакасии предложение о продлении срока действия полиса ОСАГО. Так, в полицию обратилась 31-летняя местная жительница. По электронной почте ей пришло странное письмо от одной из крупных фирм по автострахованию, где ранее уже был оформлен ее автомобиль. При этом незнакомцы знали и марку машины-горожанки, и госномер. Потерпевшая заинтересовалась предложением. Перешла по ссылке, указала в графах данные своей банковской карты. Сразу же после этого со счета списали более 7 тысяч рублей. Но вот страховой полис так и не пришел. Перезвонив по номеру телефона настоящего автостраховщика, женщине ответили, что договор с ней никто не заключал и полис не продлевался. Известно, что доменное имя сайта, куда по ссылке проходила горожанка, зарегистрировано на иностранном хостинге. В Абакане разыскивают двоих подростков. Полиция города и волонтеры просят помочь установить местонахождение 17-летнего Анатолия Слепцова. 30 августа вечером он ушел из дома по улице Пушкина 21 и до сих пор о нем ничего не известно. Ранее самовольных уходов из дома не совершал. 28 августа в Абакане пропал 14-летний Руслан Кижватов. 30 августа он перестал выходить на связь с родными. Также в Хакасии уже четвертый день ищут двоих 14-летних мальчишек. Алексея Слащинина и Степана Малышева. 28 августа они покинули Черногорский интернат. По информации волонтеров, ранее подростки уже сбегали и находились в Абакане. Могут ночевать в подъездах. Любую информацию можно сообщить по телефонам, указанным на экране. В Абакане воришка залез за телевизором через открытое на проветривание окно. Хозяин квартиры на Островского вышел из дома, а вернувшись увидел пропажу техники. К преступлению оказался причастен ранее судимый за кражу 42-летний мужчина. Телевизор он сразу же продал, а деньги потратил. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы. Далее прервемся на рекламный блог, затем продолжим обзор событий дня. Выборы 2023. Два года назад вы доверили мне работу депутата Государственной Думы России. Быть представителем Хакасии. И я благодарен вам за эту честь. За это время стало окончательно понятно, что для стабильного развития республики нужна ответственная, честная и слаженная работа власти. Нужны люди, которые готовы впрягаться вместе с президентом в работу на благо людей, на благо Родины. До выборов остается несколько дней. Решение за народом Хакасии. ЛДПР требует полного запрета коллекторской деятельности в республике. ЛДПР за простых людей. 10 сентября голосуйте за ЛДПР. Хочу, чтоб детский смех звучал всегда. Пахло теплым хлебом из открытых окон. А в небесах счастливая звезда Петя свящал И хранил свободу сокол. Выборы в 2023 Реклама Тихий закрытый двор с набережной в современном районе Абакана. Шестиэтажный кирпичный дом. Высокие потолки. Французские окна на лоджии. Удобные планировки с возможностью объединения. Фантастика. Реальность. Жилой комплекс «Крылья» на авиаторов «Отинго». Взлетаем на новый уровень комфорта. 28, 56, 15. Астронис. Российский системный интегратор. Свершилось. Мы вернулись к прежним ценам. Теперь подушки, одеяло, пледы, постельное белье, полотенца стоят дешевле. Так цена постельного белья на четверть ниже, чем у онлайн-продавцов. Дом текстиля. На перекрестке Кирова и Рыгина, 21. Павильон «Текстиль». На китайском рынке рядом с отделом ковры. Экономьте время и деньги. Поверка водосчетчиков на дому без снятия. Всего за 400 рублей. Телефон 212-099. Реклама. 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 Я родился и вырос в Сибири. Мне 33. Кто-то скажет, слишком молод. Но я имею большой жизненный опыт. С самых низов. Дошел до депутата Верховного Совета Хакаси. И больше не могу наблюдать за тем, как мои ровесники страдают от безработицы. У нас нет многих специальностей в вузах. Нет достойных зарплат. Нет досуга. Нет перспектив. Экономика кофейных ресторанов – это не экономика. И это не будущее. Это всего лишь декорация. Странно, что у власти находится мой ровесник. Он как будто не понимает, что нужно срочно остановить отток молодежи из республики. Он боится что-то менять. 10 сентября мы не должны повторить ошибку пятилетней давности. Нам нужны нулевые налоги на малый бизнес. Необходимы федеральные инвестиционные проекты. Необходим поток туристов. Не станем терпеть наплевательского отношения к нашим проблемам. Будем решать их по-настоящему. Приходи на выборы и проголосуй за свое будущее. За ЛДПР. ЛДПР требует полного запрета коллекторской деятельности в республике. ЛДПР за простых людей. 10 сентября голосуйте за ЛДПР. Выборы 2023. Абакан детям Донбасса. Посылки для учеников, воспитанников детских садов, спортивных учреждений Донецкой и Луганской народных республик продолжают собирать в нашем городе. Несколько дней назад в столице Хакасии отправила три большегруза жителям новых регионов, а также военнослужащим участникам специальной военной операции. Сейчас наша поддержка необходима семьям. Родители собирают детей в школу. Поэтому в ближайшее время машины с канцелярией и книгами доставят на Донбасс. Вместе помогаем. Под таким девизом в Абакане проводятся многочисленные акции и мероприятия. Волонтеры, общественные организации объединяют вокруг себя людей, коллективы предприятий и учреждений. Таким сообществом является городской фонд «Дети Абакана». Уже второй год он проводит акцию «Абакан детям Донбасса». Пункты сбора помощи – это может быть канцелярия, школьные ранцы, спортивная форма – открытые во всех районах Абакана, в кабинетах старост, в городских школах. В этом году впервые такой точкой организации волонтерской помощи стал и спорткомплекс имени Николая Булакина. Акции «Абакан детям Донбасса» второй год проходят параллельно акции «Абакан идет в школу». Здорово, что у нас сложилось прямое взаимодействие с Министерством образования и науки Луганской народной республики. Мы действуем непосредственно по их запросу. И в этом году нас попросили сделать упор не только на канцелярские товары, но и на спортивный инвентарь, который так нужен и важен. Работники приносили наши, которые были, и сам спорткомплекс. Мы собрали коллективную заявку, сделали упор на начальные классы, для самых маленьких, для первоклашек. Там пластилин, там всякие ручки, ну маленькие, все для умелых ручек. И у нас сейчас буквально на днях выйдет еще, мы уже заказали, нам просто подходит, сейчас предприниматель нам привезет, это скакалки для тенниса, коврики для гимнастические и прочее. Такой инвентарь необходимый, самый простой и самый необходимый. Сегодня посылки на склад привозят трудовые коллективы «Абакана». Есть большая потребность в спортивном инвентаре. Несколько сеток с мячами привезли представители предприятия «Абакан Энергосбыт». Мы всегда участвуем во всех общегородских мероприятиях, и спортивных, и общественных. Мы готовы всегда оказать помощь, тем более ребятишкам из Донбасса. Была конкретная заявка, что в школу необходим спортивный инвентарь. А самое важное, мы считаем, что нельзя оставаться равнодушными. Уже на следующей неделе посылки отправят в новые регионы России. Кроме канцелярии, жители Абакана отправляют книги, предметы личной гигиены и продукты питания. Все это очень необходимо. В августе из Абакана на Донбасс ушло несколько тонн груза. Сейчас, когда впереди холода, волонтеры отмечают, есть потребность в окопных свечах для наших бойцов и в теплой одежде. Склад работает каждую среду и четверг с 11 до 17 часов. Адрес Абакан, Кирова, 20 В, помещение под номером 3. Помочь может каждый из нас. В России обяжут дачников работать на своих участках. Таким образом, заброшенных земель должно стать меньше. В октябре в правительство страны будет внесен законопроект, который должен закрепить в земельном кодексе понятие освоение земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов. Законопроектом предполагается, что хозяин будет получать предписание о необходимости привести участок в порядок. Если он не отреагирует, тогда уже включатся государственные механизмы и, возможно, привлечение к ответственности. Срок освоения предлагается установить равным 3 годам. Это представляется достаточным, отметили в Росреестре, чтобы подготовить земельный участок строительством, подвести временные сети, отгородить его. А штрафовать и изымать участки поголовно не будут. Цель в другом – в использовании земель по назначению. Уже завтра ваши биометрические данные без согласия соберет любой банкомат, где установлена камера. Если вы не написали отказ до сегодняшнего дня, такие спам-рассылки активно распространяются в мессенджерах и соцсетях. Внимание, это ложная информация. Ее рассылают мошенники. Специалисты отделения Банка России в Хакасии подчеркивают, согласно федеральному закону, обработка биометрических данных возможна только в единой биометрической системе. А она, в свою очередь, защищена по самым высоким требованиям ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. С 1 июня этого года регистрация нашей биометрии в собственных информационных системах организации запрещена. И сейчас банкам и другим предприятиям нужно передать накопленные у них биометрические персональные данные в госсистему. Это могут быть фотоизображения или запись голоса. При этом не позднее, чем за 30 дней до передачи необходимо уведомить об этом клиентов. Между тем, регистрация в единой биометрической системе осуществляется только добровольно. Поэтому клиенты вправе отказаться от такой передачи. В этом случае данные человека будут удалены. А еще в России скоро ведут самозапрет на выдачу кредитов. Правительство поддержало законопроект, вводящий особый механизм защиты от мошенников. Так мы сможем устанавливать блокировку на оформление кредитов. Мол, не хочу брать и все, даже если попрошу, не давайте. Тогда никто не сможет ни оформить кредит за спиной человека, ни закружить ему голову и заставить взять деньги, чтобы тут же с ними расстаться. Как сообщает российская газета, через госуслуги или МФЦ можно будет подать заявление, в котором заемщик напрямую запрещает выдавать на его имя кредиты банкам и микрофинансистам. Там же можно будет и снять запрет, все это бесплатно. Также предлагается ввести период охлаждения для снятия запрета. В ту же секунду выписать себя из отказников не получится. Это можно будет сделать на второй день после того, как новая информация была включена в кредитную историю. Отсутствие аптечки в автомобиле теперь не является основанием для запрета эксплуатации авто. А вот летние шины зимой – да. С 1 сентября в нашей стране начнут действовать новые правила для автомобилистов. В первую очередь речь идет об обновленном перечне условий и неисправностей, при которых нельзя ездить на машине. А вот управлять такси теперь может только водитель в статусе самозанятого. С 1 сентября в России запрещено использование летних шин зимой. Об этом сообщает интернет-издание «Российская газета». На летней резине нельзя будет ездить в декабре, январе и феврале. Также запрещено эксплуатировать автомобиль с шипованными шинами в июне, в июле и в августе. А вот отсутствие аптечки, огнетушителя, знак аварийной остановки и даже противооткатных упоров для большегрузов больше не является основанием для запрета эксплуатации вашего авто. Согласно новым правилам, которые начнут действовать с 1 сентября. Конкретизирован также список неисправностей фар. Все ноновые и светодиодные лампы в них под запретом. Уже завтра вступает в силу и закон о такси. Все рулевые последник должны быть самозанятыми. Тогда их допустят до работы в службах по перевозке людей и грузов. А также установят требования по времени труда и отдыха. В среднем больше 10 часов находиться за рулем в сутки таксистам будет запрещено. Появится ответственность агрегаторов такси. Им запретят нанимать водителей, которые не входят в реестр таксистов. А также придется отвечать перед пассажирами за аварии. Однако конкретной ответственности пока не установлено. Ключевой вопрос, который решается законом – создание федеральной государственной системы легкового такси. То есть федерального реестра этого вида транспорта. Но есть одна проблема – пока только 9 регионов будут вести учет и контроль в своих уже созданных информационных системах. Это Москва, Московская область, Краснодар и даже Байконур. Каждый день на страже безопасности граждан. Столетие со дня образования 2 сентября отметит патрульно-постовая служба полиции, защищающая нас, следящая за порядком в городе и пресекающая правонарушения. О своей работе непростой и ответственной сегодня нам рассказал полицейский ППС Владислав Коков. С ним мы хотим познакомить и вас. Покоим только снится. Сотрудники патрульно-постовой службы сталкиваются с различными проблемами – от уличных правонарушений до семейно-бытовых конфликтов. Они патрулируют улицы, выезжают на вызовы, несут силовую составляющую службы полиции. Владислав Коков вот уже три с половиной года работает в правоохранительных органах. Мужчина признается – работа сложная, беспокойная. Но свое дело он очень любит и дорожит им. Династия. У меня отец работал в полиции, сейчас на пенсии. Дядя работал в полиции. Поэтому выбор особо не стоял долго, куда идти. Нравится помогать людям, это в первую очередь. Во-вторых, почему в ППС? Потому что больше с людьми работаешь, есть больше возможностей оказать помощь. На службе приходится сталкиваться с разными людьми, одни относятся с уважением. Бывают и те, кто настроен не совсем доброжелательно, делится Владислав Коков. Поэтому во избежание конфликтных ситуаций полицейский всегда ищет индивидуальный подход к людям. Владиславу Кокову есть чем гордиться, в его багаже раскрытое серьезное преступление. Незаконный оборот наркотиков. Когда находились в городе, заметили мужчину, который находился в зарослях дикорастущей конопли. Подошли, представились, задержали мужчину. В ходе личного досмотра установлено было, что у него при семье имеется дикорастущая конопля. Данный гражданин был привлечен к уголовной ответственности. Работа трудная и серьезная, но желающих вступить в ряды патрульно-постовой службы это не пугает. А пополнить их может каждый небезразличный к правопорядку в городе. Требования к кандидатам, возраст от 18 лет и без ограничения, образование не ниже среднего общего, прошедшую срочную военную службу, имеющую категорию годности к военной службе А и отсутствие судимости. Тем, кто поступит на службу в подразделении ППС, предоставляется служебное жилье и соцгарантии. По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону в Абакане 236724. Надежда Савельева, Алису Анси, Новости. Музыка нас связала. Так можно сказать о героях нашего следующего сюжета. Это творческие люди, а также руководители двух учреждений дополнительного образования Абакана. Геннадий Лашкин и Александр Кобыльцов. В сфере искусства они работают больше 20 лет, являются педагогами, наставниками и воспитывают в детях любовь к прекрасному. Детская музыкальная школа имени Кеннеля и детская художественная школа имени Каратанова – партнеры. И самая главная их миссия – развитие учеников через призму творчества и красоты. А знаете ли вы, что в художественной школе имени Каратанова есть белый рояль? Несколько лет назад он появился у педагогов художки и теперь является вдохновением для учеников, а еще бессменным реквизитом одноименного театра «Белый рояль». Премьеры спектаклей которого проходили в школе. Но не о судьбе музыкального инструмента пойдет речь, а о сотрудничестве двух учреждений дополнительного образования Абакана – детской музыкальной школы имени Кеннеля и детской художественной школы имени Каратанова. Когда-то именно рояль начал длинную историю знакомства директоров школ. «Белый рояль» вышел из нашей музыкальной школы. И очень интересно, что в художественной школе он востребован. Но, опять же, наши дети играют на этом инструменте. Поэтому я думаю, что если у нас получится, то мы запустим еще какой-то проект с художественной школой, связанный с роялем. Потому что, когда есть рояль в помещении, тогда к нему можно и скрипача привезти, и домриста, и еще кого-то, и вокалиста. А вот если рояля нет, тогда это уже проблематично. Несомненно, и художка, и музыкалка, так между собой называют учреждения педагоги, являются украшением и гордостью Абакана. Здания школ – настоящие городские достопримечательности, расположенные в сердце столицы. Кстати, свой путь становления они обе начинали с кабинетов в здании Центра народного творчества имени Кадышева, где и располагались их первые учебные аудитории. А затем для проведения занятий учреждения получили самостоятельные помещения, которые спустя несколько лет кардинально изменились и продолжают меняться. Сентябрь – самый сложный месяц в году, когда приходит порядка 750 детей, и всем нужно найти место и просчитать на весь год. Это самое трудное время в году. В этом году конкурс был больше двух человек на место, необычно большой по сравнению с предыдущими годами, так что слез было много при поступлении. Набрали 75 детей. Художественная школа, я смотрю, даже по внешнему виду видно, что это замечательное заведение. И знаю Александра Григорьевича как такого очень сильного, мощного руководителя. Потому что такие приобретения не даются кому попало. То есть, вот приходит, например, одаренный ученик, мы знаем, что это ребенок, допустим, одаренный, его нужно отдавать одаренному педагогу. Потому что одаренные дети бывают только у одаренного педагога. То же самое здесь. Хорошая школа может только у хорошего директора быть. Две школы носят имена известных художников и музыкантов. Дмитрий Каратанов родился в Хакасии и своим творчеством прославился на всю Сибирь. Кстати, некоторые ученики подмечают, что директор школы Александр Кобыльцов чем-то похож на мастера. Это заметили и мы, записывая интервью на фоне памятника Дмитрию Каратанову в школьном дворе. Имя композитора, музыканта Александра Кенеля тоже знакомо многим жителям Хакасии. Школа хранит традиции маэстро, а Геннадий Лашкин считает, что образ музыканта, который встречает детей при входе в школу, вдохновляет учеников. Многие из которых, кстати, являются воспитанниками и художественной школы. Вот такой творческий обмен. Есть ученики, которые совмещают и музыку, и художку, и английский, и бассейн, и теннис, и еще что-то. Но дело в том, что это не всегда хорошо, потому что разорваться человеку все равно невозможно. А музыка и, кстати, художественная школа требует какой-то сосредоточенности, какого-то уединения, какого-то упорства. А зачастую происходит распыление просто ребенка. Вот его отвезли туда, отвезли туда, отвезли туда. А он сам должен как-то осмыслить задание домашнее, сделать, посидеть там в тишине, где-то там что-то подумать. Вот такого, к сожалению, сейчас становится мало. Безусловно, живописи и музыка, они очень созвучны. И я знаю, что есть художники, уже профессиональные художники, которые без музыки ничего не делают. Так что, я думаю, что хорошая музыка позволяет художнику открывать возвышенные образы. Сейчас в школах готовятся к новому учебному году. Набраны классы, составлены образовательные программы. В художественной школе готовятся к открытию новый выставочный зал, который смогут посещать жители Абакана. И, возможно, во время вернисажей будет звучать белый рояль. Что для вас означает слово «команда»? Команда – это когда люди работают на одно какое-то, ну не скажу идею, а на одно дело. То есть, когда понимают друг друга. Если не понимают, то прорабатывают какой-то вопрос. Может быть, где-то спорят, может быть, где-то не соглашаются. Но не потому, что там кто-то хочет навредить, а потому, что возникают вопросы, и вот эти споры, они дают решение этих вопросов. Я думаю, что это люди, у которых вектор мысли в одну сторону, которые озадачены определенной идеей, и, как бы, не считая живота своего, кладут на эту общую идею свои силы. Дарья Казак, Артем Амзараков, новости. Завтра, 1 сентября, для всех школьников начинается новый учебный год. В Абагане занятия начнутся почти у 28 тысяч детей. Впервые за парты сядут более 3 тысяч первоклассников. Торжественные линейки пройдут во всех общеобразовательных учреждениях города. Подготовили праздничные программы в культурно-досуговых центрах в детском парке «Орленок». А в Хакасском национальном краеведческом музее школьники и студенты смогут абсолютно бесплатно посетить любые экспозиции. Для этого детям с 14 лет необходимо предъявить паспорт, а учащимся в вузах и колледжах студенческий билет. 1 сентября музей присоединяется к ежегодной нашей акции. Идем в школу. И в рамках этой акции бесплатный билет для всех школьников и студентов нашей республики, ну и вообще в целом всех гостей Хакасии. Предъявлять ничего не нужно, если вам нет 14 лет, если вам 14, то нужно показать паспорт кассиру, либо если вы студент, то студенческий билет. В рамках этой акции вы можете посмотреть, ну то есть школьники и студенты, можете посмотреть наши постоянные экспозиции, также и временные. Если из постоянных, то это зал каменных изваяний, также зал археологии Хакасии, животный мир, особо полюбившийся детям и школьникам, также семейный бит Хакасов, музыкальные инструменты представлены, можно поиграть в планшет музыкальный. На третьем этаже у нас зал Ирины Николаевны Карачаковой-Картиной и зал боевой славы. Ну и также есть временные выставки, это выставка «Квартал», где представлены работы молодых и юных дизайнеров у нас на первом этаже, там, кстати, можно порисовать, попробовать себя в роли дизайнера, ну это интересно для школьников, что-то поиграть, сделать для себя на память, мне кажется, будет интересно каждому. 3 сентября жители Абакана совершат прощальный променад по бульвару выходного дня. В это воскресенье с 15 до 20.00 часов на проспекте Ленина гостей и горожан ждут творческие мастерские, концерты, сразу двух духовых оркестров. Ярмарка, еще много интересного. О всех площадках подробнее Ксения Майер. Солнечная погода сопроводит самый главный воскресный праздник. Последний в этом году бульвар выходного дня пройдет 3 сентября на проспекте Ленина. В этот день участок дороги от улицы Щетинкина до Ивана Ярыгина будет перекрыт с 8 часов утра до 21 вечера. Это связано с тем, что организаторы готовят для абаканцев масштабную и насыщенную программу, которая требует серьезной подготовки. Горожан ждет стильное воскресенье, в рамках которого состоится показ. Однако это лишь одна из изюминок фестиваля. Конечно же, эпицентром является все-таки эта ротонда у городского центра культуры Победы. В этот раз здесь будет установлена сцена, потому что на сцене будут выступать два духовых оркестра, кроме нашего, который открывает концертную программу этого дня. В завершении программы мы ждем Тувинский духовой оркестр, тот оркестр, который мы тоже так же любим, как и наш муниципальный оркестр. И они дружат между собой, у них были общие творческие проекты, поэтому с радостью этот день ждем. Ну и, конечно же, в качестве сюрприза, кроме Тувинского оркестра, это показ мод. Поэтому, да, будет и такой элемент в нашей сценической программе. Прощальный бульвар выходного дня объединит в себе практически все тематики за минувшее лето. Традиционно для гостей мероприятия будут работать мастер-классы. Большинство мастерских расположится на центральной аллее. У детей и взрослых будет возможность получить навыки ткачества, а также своими руками сделать украшения или нарисовать аквагрим. Здесь же будут работать флористические и кондитерские выставки. Достаточно широко опять будет представлена вернисажная программа, да, мастер-классы, которые наши замечательные мастера декоративно-прикладного искусства подарят нам опять какие-то свои секреты творчества. Поэтому ждем на «Ровеснике», там будет тоже программа другая уже. Предыдущий бульвар – это был библиотечный молодежный квартал, а сейчас это будет ярмарка талантов. Еще одно событие – ярмарка талантов. На площадке у библиотеки «Ровесник» выступят кавер-группы. Однако самым интересным окажется атлас новых профессий. Благодаря ему молодежь сможет познакомиться с различными сферами деятельности при помощи стимулятора виртуальной реальности. А еще гостей праздника ждет пешеходная экскурсия-прогулка в начало 20 века, которая начнется в 16.00. Такой яркой, вкусной, спортивной и познавательной программой «Бульвар выходного дня» попрощается с абаканцами. До следующего лета. Ксения Майер, Али Суанси, новости. На этом пока все. Отмечу, что еще больше новостей на нашем сайте abakan24.ru. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеграм-канале abakan24 и во всех социальных сетях. QR-код вы видите на своих экранах. Присоединяйтесь. До свидания. Всего вам самого наилучшего. Продолжение следует...